Ребята, всем привет! Я Ксюша. Прежде чем вы начнете смотреть это видео, я хочу поблагодарить всех ребят и девчонок, которые написали мне подобные приятные комментарии. Я вас очень сильно всех люблю. Также огромное спасибо тем, кто подписался на мой YouTube-канал и остальные соцсети. Сегодня у нас будет распаковка с шеин, и многие меня спрашивают, как я заказываю с шеин. На данный момент, когда все карты недоступны, это вообще физически невозможно сделать. Да никак! Это мои старые посылки, которые я так и не распаковала. Не спрашивайте, как я так долго держалась. Вот так вот. У меня будет целый коробок вещей. Вот видите, все не распакованные. Это все одежда на лето, слава богу. Я заказала это все до повышения цен, во-первых, и до того, как это стало вообще быть невозможным или возможным. Ну вы поняли. Извиняюсь за мою прическу, у меня просто мокрая голова, а видео как-то хочется прямо сейчас снять. Открываем, и первое, что мы находим, миленький какой-то пакетик с белой вещичкой. Мне кажется, это платье, честно, я уже не помню, что я заказала, потому что этому, вот этому лично багажу два месяца. Да, это платье с таким милым, красивым корсетом. Просто посмотрите. Первое, на что я хочу обратить внимание, это лямки. Все такое воздушное, аккуратное, но здесь, на задней стороне, кстати, хорошо очень скрыли цветочками, белая резиночка. Ну, неплохого качества, конечно. Дальше спускаемся к корсету. Тоже все обделано цветочками и тоже все хорошо тянется. Сам корсет сделан как будто из бабушкиного дивана. У моей бабушки, по крайней мере, один в один, мне кажется, был. Плетье какое-нибудь на кресле точно. Тоже неплохого качества, но оно, если что, не очень плотное, так что летом будет, в принципе, нормально. Не жарко. Сделано это все, вот, посмотрите, я вам заднюю часть покажу. Очень хорошо все сшит, ничего даже не вылезает, и намека на это нет. Также этот корсет можно сделать чуть уже вот такими лентами, но они тоже второстепенные такие. Я думаю, если долго его носить, это платье, то пойдут какие-то растяжечки, все будет расходиться. Ну, ничего, в принципе, зажигалочкой вот так раз-раз, и все ок. Эти штуки нормально так пришиты, их сложно будет порвать, отцепить. Юбочка. Я советую, естественно, надевать белье светлое какое-нибудь, не темное, а не то, оно точно будет просвечиваться. Даже вот моя рука, мне кажется, просвечивает нормально так, и на свету тоже будет видно ваши трусиландры. Знаете, обычное хорошее летнее платье. Я бы надела его с какой-нибудь прозрачной кофтой, потому что, честно, не очень люблю надевать сарафаны на голое тело или даже на лифт. Мне обязательно нужно, чтобы вот эти вот мои части были прикрыты, потому что я так чувствую себя более комфортно. Напишите, как вам это платье. Мне оно раньше намного больше нравилось, когда вот я его заказывала, оформляла заказ. Но, может, на мне будет намного лучше смотреться. Это вышивка, да, какая-то? Такое... Офигеть. Дальше. Дальше заказала такой упругий корсет, или это не корсет, а более такая маечка. Я ее уже померила. Вы могли видеть меня в этой кофточке в прошлом ролике. Я надела ее на прозрачную кофту. Прозрачная кофта One Love. Она сделана из такого не очень приятного качества. На голое тело, в жару точно ее не наденешь. Оно будет... Знаете, это такой материал, который не дает коже дышать. Точно пропотеете мне все. Удобно, чтобы позади здесь такая упругая резинка на всю спину. Но, честно, я такие не очень люблю. Я бы просто ее прикрыла волосами. На задней части нет никаких чашечек. Вот эта вот штука очень колючая. Прям неприятная. И здесь везде тоже вот резинки по всему периметру. Она мне, кстати, большая оказалась. Для моей груди. И я ее только в роликах буду использовать по этому. Потому что в ней в обычной жизни вообще никак нельзя будет ходить. Потому что она слетит быстро. Возможно, если у вас грудь побольше, то будет намного лучше. Хотя, когда покупала ее, она была точно дешевой. Там рублей 200. Сейчас таких цен вы вообще не увидите. Ни на шеи, ни на Алиэкспресс. Посмотрите-ка. Вам может показаться то, что это точно такая же штука, как на том платье. Ну да, вы будете правы. Она из той же тематики. Но это уже не платье. А вот такой милый корсетик. Вот он мне намного больше нравится. Возможно, из-за этих милых рюшечек снизу. Вот они более подходят к этой расцветке, чем те. Потому что они такие не белые. Они более молочные, кофейные. Здесь идет как бы москитная сетка, я люблю называть. Но она очень мягкая, приятная. И я не знаю, это как носить. Вот так или вот так? Вроде так. Но мне почему-то больше нравится вот так. Можно я буду его носить так? Они сделаны как будто из бечевки. Знаете? В крафтовую бумагу иногда что-то упаковывают и такими завязывают. Тоже молочного цвета, кстати. Очень все хорошо прошито. Она более плотная, чем на том платье. Но не сильно плотнее, но, знаете, заметно. Тут уже вот что-то нитки какие-то вылезают. Не пойму. Ужас. Надеюсь, не разойдется. Мне напоминает такое. 18 век. Вот эти вот все цветочки. На посуде еще иногда такое рисуют. Или на стульях в детском садике. На шкафчиках всяких. Смотрите, мне подходит. Блин, с коричневым так красиво, мне кажется, смотрится. Нет? Сверху на эту кофту. Ну ладно, нет. Или да? Но она слишком маленькая для этого. Зеленый цвет был в моде. Сейчас не знаю, в моде, не в моде. Но, мне кажется, к моему типажу эта кофчика идеально подходит. Не жалею. Не жалею. Как будто я как знала, что Шейн последние часы работает. Заказала себе колготки по дешевке. Рублей по 100, по 120. Недавно порвала просто такие. Думаю, ой, ладно, разгуляй. Закажу себе две пары. Не зря. Первые это вот такие вот черные, красивые, с цветочками. Ну, не знаю, цветочки. Такой какой-то абстракция. Или авангард. Или что это вообще такое. Ну, короче, что-то такое милое, прикольное. Будет здорово смотреться на ноге. С каким-нибудь платьем. Мне напоминает какой-то готический даже, наверное, стиль. Или вот этот вот костюм из тетради смерти. Как ее зовут? Миса. Миса я зовут? Забыла. Из тетради смерти зовут героиню. Очень мне понравились. И точь-в-точь такие же, только белые. В принципе, тут рассказывать не надо. Но тут надо смотреть, как на ноге выглядит. Так, вот вы не увидите. Если черные более-менее можно посмотреть, эти нет. И удобно то, что эта сетка, и она не так быстро рвется, как капрон. Я никогда не разочаровывалась в колготках с шин. Так что этим, думаю, я тоже буду рада. Решила себе заказать веночек. Ого, как хорошо держится. В принципе, ничего необычного у меня, похоже, есть. Ой. У меня, похоже, есть, только без ромашек. Посмотрите. Ой, тут еще две полосочки какие-то. Вы не против? Слея так сяду. Вау, классные. Это какая-то прям лента. Видите? Это не какой-то быстро рвущийся материал. Прям хорошо сделан. Ну, цветочки надо расправить, я думаю, немножко. И то они все залежались. И будет очень какая-то, кстати, жесткая штука. Но удобно все равно на голове сидит. Сейчас я заказала платье. Его я вообще очень давно еще заказала. На лето. Ой, такой приятный материал. Я посчитала нужным обязательно добавить в мой летний гардероб подобное платьишко с такими милыми белыми рюшками. И обязательно, чтобы оно было в рубчик. Такой маленький, реденький, с розовенькими цветочками. Потому что розовый обычно, не знаю, мою кожу делают здоровой. Сверху у него подчеркивается грудь, снизу идут затяжки. Видимо, чтобы подчеркнуть талию. Я, правда, не очень люблю, когда вместо лямок завязки, как будто от купальника. Потому что не люблю, когда здесь какие-то бантики. Хотя, возможно, это прям к месту здесь. Но для тех девчонок, у которых большая грудь, я думаю, это то, что нужно. Я, конечно, не знаю. У меня никогда такого не было. И, как мне кажется, если лямки будут слишком длинные, то вот эта часть не будет прикрывать вашу грудь. Снизу тоже дворочки. Я такой обычный просто. Не то, что базовое платье, я просто такой милый обычный. Даже не знаю, что про него сказать. Дальше что-то белое. Честно, я вообще не помню, что здесь. Мне так интересно. Я уже вижу. Ткань такая плотная-плотная, как будто школьная рубашка. Я школьную рубашку взяла? А-а-а! Ого! Смотрите! Блин, какое классное! Казалось бы. Хюш, ты в школу не ходишь уже два года. Одиннадцатый класс закончила два года назад. Куда тебе? Это, оказывается, такое белое, милое, базовое платье. И оно не просто прямое, а с такими милыми оборками снизу. Юбка-колокольчик, или как это правильно называется? В общем, такое классное. Порядимся, наверное, сначала поверху. Здесь две пуговицы. Одна сверху, другая посередине. Пришито очень хорошо. Прям даже не отцепить. Материал прям плотный. Даже не знаю. Летом такое вряд ли наденешь. Я имею в виду, когда прям жарко-жарко. Я не пойму, материал вроде бы дышущий. И если ветерок летний будет вам вот здесь поддувать, то вообще будет классно. Рукава тоже как у рубашки. С пуговками. С манжетиками вот этими. Если что, все размеры я пишу в ролике. Можете просто заметить, где я указываю цену, по которой купила я тот или иной товар. Здесь маленькими красными, или не красными, короче, буковками написано размер, который я взяла там М, С и так далее. Ого, здесь внутри, посмотрите, какая-то подкладка. А, то есть это двухслойное платье. Я думаю, что ж оно такое тяжелющее. Вот, снизу еще одно платьишко. Нифига себе. Но оно прям не будет просвечивать, я думаю. Темное белье не знаю, но если вы светлое наденете, то точно вообще ничего не будет видно. Даже вот за этой штукой. А тут еще сверху одно. Да даже темное, если наденете. Смотрите, как хорошо перекрывает. Я не думаю, в школу можно будет такое носить или нет, но я бы надела. Офигенское. Еще одно платье. Тоже, видимо, подобного формата. Такой красивый зеленый мятный цвет. Но оно уже намного легче, наверное, раза в два. Спереди такие вот милые штучки, как к рубашке. А позади как будто это анимешная форма. Если бы здесь какой-нибудь бантик налепить. А не помню, как там на японских формах спереди. Тоже здесь идет чуть ниже груди расклешение. Ну, видите, тут материал прям легкий. Хорошенький такой. Камера почему-то не передает этот цвет. Он более такой зеленоватый, нежели мятный. Несмотря на то, что ткань легкая, она и плотная. Вообще ничего не просвечивает. Класс. Я обожаю такое. Хотела сказать, возьмите на заметку, но вы, к сожалению, на данный момент ничего не сможете тут заказать. Вот это я точно буду летом носить. Просто если вам лень что-то подбирать. Если вам по бырику нужно куда-то собраться выйти, то это отличный вариант. Я имею в виду летом. На рукавах, кстати, резинки. Я почему-то думала, что здесь широкие рукава. Если бы широкие рукава были, было бы еще лучше, по моему мнению. Пишите, ребята, как вам моя распаковочка. Она была не особо большой. Надеюсь, это не последние вещи, которые я заказала на Шиин. Будем надеяться. Чаще я выхожу в своем телеграм, так что обязательно подписывайтесь. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Я вас всех целую, всех люблю. Всем пока. Кстати, я выпущу завтра или послезавтра ролик, где я делаю этот макияж. Надо? Я все равно выпущу. Надо, не надо.